Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 11 декабря. Как всегда пройдемся по всем знакам судьи, мы вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых овнов. Шестерка. Шестерка мечей здесь может быть, когда вы уже движетесь в правильном направлении, и здесь какая-то ситуация в вашей жизни начинает улучшаться. Это когда вы движетесь к стабильности, либо, может быть, к лучшим возможностям. Это могут быть какие-то предложения, что-то поменять. Может быть, появится возможность переехать или перейти работать в другой департамент, или, может быть, переехать из-за каких-то возможностей жить в другой город, потому что там будут более благополучные какие-то условия, допустим, либо какие-то карьерные предложения, допустим. Вот. И либо вы находились в какой-то ситуации, если это касается отношений, может быть, что-то уже давно не устраивало вас в этих отношениях, и вы примете решение, что вы хотите выйти, уйти из этих отношений, либо, может быть, вы хотите уйти, выйти из вашей работы, из департамента, в котором вы работаете. Может быть, что-то уже не устраивает. Не устраивало давно, но вы не решались, и, наконец-то, здесь вы принимаете такое решение, как двигаться вперед. И вот это решение будет правильное. С чем бы это ни было бы связано, здесь принятие решения двигаться вперед и принимать какие-то предложения, это будет к лучшему. Здесь вот, может быть, наконец-то уже что-то начинается. Знаете, это такая стабильная ситуация начинается в вашей жизни, потому что, может быть, здесь какие-то эмоциональные качели были. Наконец-то что-то устаканится, угомонится здесь. И вы почувствуете спокойствие. И, конечно же, движение прогресс в каких-то ваших делах. При этом кто-то, может быть, вам будет помогать, поддерживать, окажет вам какую-то помощь. Где, может быть, например, если вы переезжаете, может быть, будет помогать вам с переездом. Или, может быть, это какие-то поездки в течение дня могут быть. По делам будете ездить, какие-то вопросы решать. Может быть, какие-то документальные вопросы нужно будет побегать и решить. Телец. Девятка. Девятка Пентакли. Здесь уже какой-то успех, какие-то достижения, хороший финансовый результат. Здесь, когда вы остаетесь довольными, это может быть такое хорошее финансовое состояние, когда уже человек обеспеченный чувствует себя, это изобилие, это роскошь, это комфорт. Это когда денежки приходят, это может быть заработанные деньги от какого-то проекта, либо, может быть, от вашего бизнеса, и здесь, может быть, просто нужно будет насладиться вашим результатом. Если это не связано с финансами, то здесь может быть, что вы ждали, ждали какого-то ответа, результата, либо еще что-то, и, наконец-то, вы получаете, и здесь это вас вдохновляет, вас это радует. Здесь вот именно стоит, наверное, отметить это, отпраздновать. Также еще могут быть здесь какие-то траты. Траты на себя, на свой комфорт, на свой уют для дома. Это какие-то ценные покупки или вложения могут быть. Либо здесь, может быть, знаете, когда в этот день вы позволяете себе большего, лучшего, и просто решите порадовать себя, потому что здесь вот какой-то финансовый успех, финансовые доходы, финансово должно быть все в порядке и отлично. И плюс еще, может быть, какие-то известия, новости, которые вас могут порадовать. Близнецы. Шестерка. Шестерка Пентакли. Здесь происходит какой-то обмен, может быть, вы выполняете какую-то работу, какой-то проект, и, наконец-то, вам за это заплатят денежки. Ну, когда вы предоставляете услуги, конечно, и здесь вам оплачивают за это. Либо, может быть, вы уже это выполнили, и здесь момент ожидания денег. То есть, если вы ожидаете деньги от кого-то в этот день, то, судя по этой карте, конечно, это получение каких-то денег. Также могут быть и траты. Траты на семью, на детей, на близких. Это какие-то приобретения, какие-то покупки, может быть, подарки. Либо кто-то, может быть, обратится к вам за финансовой поддержкой, попросит в долг у вас. Либо, может быть, ваши взрослые здесь, если они у вас есть, будут просить у вас о финансовой поддержке, и, судя по этой карте, вы будете им помогать. Или это, может быть, еще алименты, когда вы либо выплачиваете алименты, либо принимаете их. Рак. Семерка. Семерка мечей, что-то происходит, может быть, за вашей спиной. Это какие-то действия, это, может быть, какие-то сплетни, разговоры. Вот какой-то поступок от какого-то человека, кому вы доверяете. И вот здесь что-то, какие-то действия могут происходить за вашей спиной, и вы не совсем будете понимать, осознавать, что происходит. Вы не будете просто в курсе дела. Такой человек может играть в нечестную игру, обманывать, что-то недоговаривать, манипулировать в какой-то ситуации. Либо, может быть, что-то захочет присвоить то, что принадлежит вам. Это, может быть, какие-то махинации, связанные с документами, с подписками каких-то документов или подделок каких-то документов, допустим. Может быть, кто-то воспользуется вашими данными, допустим, и захочет провести какую-то аферу такую. Либо, может быть, то, что принадлежит вам, захочет присвоить себе. Это может быть как физическое раствор. Либо, может быть, это интеллектуальный какой-то проект, который вы им пишете, развиваете и так далее. И такой человек, может быть, захочет присвоить это себе и выдать ваш проект за свой, допустим. Вот здесь могут быть какие-то сомнения, какой-то обман, какая-то непонятная ситуация. Вот кто-то за вашей именно спиной делает такие действия. Это может просто произойти неожиданно. В этот день просто нужно быть на чеку. Второй вариант здесь может быть, когда вы сами, может быть, скрываете свои какие-то действия от кого-то и не хотите на данный момент никому ничего рассказывать, либо делаете что-то втихаря, или избегаете какого-то разговора, общения с кем-то и пытаетесь просто молча уйти, не ругаясь с этим человеком и не высказывать какие-то свои мнения, а вот именно просто молча в тишине, спокойствии уйти от какой-то ситуации или из какой-то компании выйти. Может быть, вы куда-то пойдете, вам не понравится, но вы просто молча встанете и уйдете. Вот на карту дня еще может быть так. Но я все равно бы порекомендовала быть здесь на чеку и оглядываться под сторонам, потому что эта карта может указывать на физическое выросту. Лев. Карта звезда старший аркан. Здесь, может быть, сами станете этой яркой звездой, в этот день будете в центре внимания, и кто-то будет, может быть, выполнять ваши прихоти, или так, как вы хотели, так, как вы задумали на день, все так же произойдет. Это как осуществление вашего желания, мечты, это как дотянуть сюда свои мечты. Либо, может быть, еще когда вы верили, надеялись, что у вас что-то получится, и вот здесь, наконец-то, ваши цели какие-то начинают реализовываться, и вы получаете какой-то результат. Также это может быть какое-то общение с какими-то популярными людьми, может быть, блогерами, либо, может быть, вы идете куда-то в этот день, не знаю, там, например, на концерт или еще куда-то, где вы общаетесь вот с популярными людьми, либо, может быть, вы сами становитесь популярными и знаменитыми, потому что здесь, может быть, вы блогер по профессии, и здесь вдруг внезапно все вас узнают, признает публика вас, вот, вы заявляете о себе, либо, может быть, вы говорите на публику, либо, может быть, здесь вы классный специалист какой-то, и здесь вы такая яркая звездочка на работе, потому что все на вас обращают внимание и хвалят вас за вашу какую-то работу, за ваши какие-то знания, потому что у вас что-то классно очень получается, и, конечно же, все обращают на это внимание. Вот. Дева. Король. Рыцарь. Рыцарь-чаш. Здесь, может быть, известие новости, либо какое-то предложение поступит к вам, может быть, кто-то пригласит вас в гости, на свидание, если вы свободны, или, может быть, куда-то вместе с кем-то пойдете, проведете это время в какой-то компании. Когда вам будет комфортно, хорошо, может быть, это какой-то даже разговор состоится с кем-то, кому вы будете рассказывать что-то, делиться, может быть, даже кого-то поддерживать в какой-то ситуации. Здесь вот сострадание, эмоции, поддержка, вот все может быть связано вот с этой картой, потому что вот здесь вот как-никак чаша, это наша эмоция, это то, что мы чувствуем, то, что мы делаем, то, что мы хотим. Вот. И здесь либо вы кого-то будете поддерживать в этот день, либо кто-то вас в какой-то ситуации будет понимать и помогать. Вот. Также это может быть куда-то, можете поехать, там, я не знаю, на выставку, в галерею съездить, еще куда-то, или к морю, или в ресторан, или в бар на выпивку пойти, да. Делать то, что будет нравиться, делать то, что будет вас вдохновлять. Вот. Это может быть какое-то творческое предложение, или, может быть, здесь вы будете развиваться в сфере творчества в этот день, что-то делать, может быть. Вот. Также еще может быть в негативе. Здесь кто-то может вам пообещать что-то на эмоциях, но не сдержать своего слова. И, конечно, вы здесь можете очень среагировать эмоционально тогда. Весы. Девятка. Девятка жезлов. Много работы, много ответственности. Здесь много, что нужно будет успеть сделать и доделать. Девятки здесь у нас означают то, что здесь, наконец-то, мы что-то заканчиваем, завершаем. Вот здесь вот человек будет, наверное, очень активен в течение дня, будет торопиться, будет что-то делать. Здесь немножечко как разрываться на две части, успеть и это сделать, и то доделать. Вот. И будете чувствовать немножечко такое вот напряжение. И к концу дня можете даже устать. Может даже головная боль быть, мигрень очередная. Вот. Потому что будете чувствовать под напряжением в течение дня. Вот. Что-то нужно будет доделать, завершить очень быстро. Также здесь, может быть, нужно будет защищаться, отбиваться. Может быть, нужно будет кому-то что-то доказывать, говорить, настаивать на своем, отстаивать свои какие-то интересы здесь. Либо, может быть, это как преодоление каких-то сложностей и препятствий. Потому что, может быть, что-то, то, что вы затеете на день, не совсем будет даваться легко. Нужно будет приложить какие-то усилия. Но все равно у вас все получится. Вы сможете все разрушить, любую ситуацию, добиться результата, конечно же. Вот. Но просто, как я сказала, здесь может повлиять это на ваше самочувствие к концу дня, допустим. Вот. Также еще кто-то, может быть, кто летит куда-то в другую страну, допустим. Вот здесь вот как, знаете, это как перейти границу. Может быть, это какой-то иммиграционный контроль, допустим. Там надо, может быть, защищаться, говорить, доказывать кому-то что-то, оставить свои какие-то права, допустим. Может быть, много вопросов будут задавать. И здесь, конечно же, нужно будет защищаться. Скорпион. Рыцарь. Рыцарь Пентакли. Здесь у нас стабильное финансовое положение. Здесь заработанные денежки. Здесь человек очень практичный. Здесь очень ответственный. Вы будете в этот день. Но также в то же время и экономными. Потому что здесь вы будете строить какой-то финансовый план, просчитывать свой какой-то бюджет, ваши расходы, ваши доходы. Человек здесь предпочтет что-то сэкономить. Он держится за свои денежки. И несколько раз будете думать, прежде чем потратиться. И здесь вот, может быть, если и будет возможность где-то сэкономить или не потратиться, вы, наверное, выберете этот вариант. Потому что здесь еще приобретение каких-то на скидках, либо что-то подешевле, искать какую-то выгоду, может быть, в каких-то сделках. Или купить-продажи. Или, может быть, здесь будете оплачивать транспорт, допустим. Ну, проезд будете покупать. Либо, может быть, билеты какие-то на какую-то поездку. Либо решать какие-то вопросы с транспортом. Вы можете, опять-таки. Вот. Но здесь, конечно же, все будете продумывать. Несколько раз планировать, обсуждать свои финансы с кем-то. Может быть, рассматривать несколько вариантов, прежде чем, может быть, тратиться или принимать какое-то решение. Если в этот день вы принимаете решение, там, вложиться во что-то, либо подписать какие-то документы, здесь будьте просто внимательными. Перечитывайте все, спрашивайте какую-то информацию, чтобы не было никаких последствий в дальнейшем. Вот. Стрелец. Император. Старший аркан. Здесь, знаете, нужно будет себя вести, как этот император. Принимать какие-то решения, брать на себя какую-то ответственность, кому-то что-то доказывать, может быть, давать какие-то распоряжения. Вот здесь вот нужно будет проявлять свои лидерские качества. Потому что здесь вот такой вот твердый характер. И здесь, может быть, в каком-то решении, в какой-то ситуации нужно будет показать этот твердый, жесткий характер, где не нужно, может быть, идти на какой-то компромисс. Здесь вот именно не убегать от ответственности, а наоборот брать контроль в свои руки и начинать действовать. И здесь вот, может быть, перед вами будут какие-то цели, и вы будете что-то добиваться. И, конечно же, ситуация будет развиваться достаточно быстро, потому что здесь у нас как-никак огненная стихия, потому что энергетика знака Зодиака Овна. Либо такой человек, может быть, будет принимать участие в вашей жизни в этот день. Это может быть ваш партнер, партнерша. Либо, может быть, кто-то из мужчин. Это может быть отец или брат и так далее. Либо еще это руководитель. Но если это руководитель, и это не вы как император, а вы идете к такому человеку, то здесь, может быть, немножечко будет очень сложно с таким человеком договориться, потому что человек будет очень придирчивый. Он будет мастер своего дела, конечно же. И на уступки, на компромисс какой-то он не собирается идти. И на эмоции он подаваться точно не будет. Если особенно там, если пойдете к начальнику и скажете, можно ли я там на два часа раньше закончу работу, это как к примеру, то вряд ли он как бы одобрит такое. Скажет наверняка нет. Или, как я сказала по первому варианту, здесь нужно будет вам вести себя, как этот император. Хвататься за что-то, брать на себя ответственность. И, конечно же, здесь идти как танк до тех пор, пока не добьетесь своего и получите нужный для вас результат. Козырок. Четверка. Четверка мечей. Здесь может быть несколько вариантов. Один из вариантов, когда, может быть, это выгорание, уставшись, когда нужно будет выспаться, отдохнуть, собраться силами, энергией. И вот немножечко сделать небольшой перерыв здесь. Это как в отпуск уйти, либо просто выходной взять, либо кто-то на самом деле возьмет отпуск и поедет в ритрик санаторий и начнет восстанавливаться и набираться энергии. Либо еще это может быть, когда вы сделаете какую-то паузу в каких-то делах, потому что не будете спешить с выводами, с принятием решениями. Может быть, вы просто будете на данный момент наблюдать за какой-то ситуацией, посмотреть, как она будет развиваться дальше, прежде чем вы будете принимать это решение. Либо, может быть, здесь это какая-то пауза, когда что-то зависит не от вас лично, а от самой ситуации. И вот здесь вот момент ожидания. Может быть, вы ждете звонка, документа, еще что-то. И вот здесь для вас это просто происходит, небольшая пауза и момент ожидания. Водолей. Верховная жрица. Здесь, может быть, очень будет сильно развитая интуиция. И здесь нужно будет прислушаться к своему внутреннему голосу. Также это духовное развитие. Когда вы развиваетесь, когда вы растете, когда вы поглубляетесь в какие-то темы эзотерики, допустим, может быть, вы консультируете кого-то, может быть, в этот день даете какие-то советы и рекомендации. Может быть, еще здесь также, знаете, какая-то ситуация, которая была непонятна, или кто-то что-то недоговаривал, и здесь внезапно что-то скрывается, открывается, становится ясным, понятным для вас. Может быть, еще здесь вы окажетесь в ситуации, когда вы не будете знать, как поступить в той или иной ситуации, допустим, и здесь вы будете обращаться к какому-то мудрому человеку за советом, либо вы сами становитесь этим мудрым человеком и помогаете кому-то разобраться в какой-то ситуации. Но интуиция будет очень сильно развита, и нужно будет прислушаться к вашей интуиции, а не игнорировать. Еще это какое-то получение результата, потому что у нас это еще плодородие. Это может быть, как вы узнаете, что вы станете мамой, либо, может быть, вы получите что-то, ответ какой-то, результат какой-то, ну что-то вот придет к вам в этот день. Рыбы. Король. Король мечей. Здесь, может быть, нужно будет обдумать тщательно какую-то ситуацию. Может быть, нужно будет спланировать, общаться с кем-то, собрать какую-то нужную информацию, проанализировать что-то, выстроить какую-то стратегию, может быть, пообщаться с каким-то специалистом, если вы не знаете, как поступить в ту или иную ситуацию. Особенно это касается тех, у кого есть какие-то юридические вопросы. Это может быть общаться с юристом, это может быть что-то связанное с документальными какими-то вопросами, и кто-то будет вам помогать подготавливать какие-то документы, либо прояснять какую-то ситуацию для вас. Ну, такой вот специалист, наверное, будет мастером своего дела. Не, наверное, это точно, но будет, наверное, все-таки направлять вас, как правильно делать что-то. Вот. Либо самому нужно или самой становиться вот этим королем мечей, когда нужно вот именно что-то логично обдумать. И, наверное, здесь прояснить какую-то ситуацию, дать какой-то ответ кому-то, принять это решение, важное для себя. И здесь еще это высказывать свое мнение, собирать какую-то информацию, вот что-то вот именно продумывать. Потому что здесь такие вот обдуманные действия нужны будут в этот день. Нужно включить свое логическое мышление. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Желаю удачи, успехов, хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна. Если вы подпишетесь, заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока.